итак всем привет мы продолжаем играть за чехию и начинаем богемскую революцию если вы еще вдруг не подписаны обязательно подписывайтесь а мы сейчас будем боевать с австрией так что начинаем о мы можем сделать что-то словакии давайте политические встречи не знаю он давайте в с армии не знаю что это нам даст то или иное но тем не менее попробуем и так числаки можем поставить вариант 1 о 2 не ну что вариант 3 вариант 1 наверное самый такой дефолт не так что можно бы его оставить и вот он объемская революция начинается ого у нас тут сразу дивизия спавнятся под нашими врагами этого я точно не ожидал что за дивизия пушки не такие плохие дивизии на самом деле давайте выдаем сразу генераля чтобы не не грустили и сейчас будем как-то пытаться стабилизировать фронт вообще ситуация достаточно приятная для стак у нас есть какие-то фокусы хороший вопрос найти наш фокус и вот наши фокусы как раз таки флота которого нету в д.в. шучу просто воздух для армии давайте конечно же возьмем себе армия до кончайное вооружение понятно бегемская революция это это мы кстати занимаем какие-то позиции вот эти дивизии тоже желательно бы как-то соединить с основными чтобы правда был какой-то стабильный в целом а в целом мы можем просто вот так вот делать я верю что мы их просто разваливаем щепки вот теперь вот так и пожалуй вот так есть как-то воздуха побольше всего и в теории мы должны побежать в воздухе на практике сейчас вот узнаем как что будет возьму конечно же обязательно вот этот баф воздушные бои и вроде должно стать все неплохо отбиваем и в 30 пока что просто за речку делаем какую-то такую более менее стабильную линию фронта не все наши идентичностью партия переименовывается в чехословацкий я понял так мы пока что делаем этих ребят тоже куда-то туда вывести ну как будто нормально только надо добавить вот этих сюда и может блокируем австрийские войска и на самом деле мы вполне все сможем их победить и думаю вот эту дивизию я так и не успел вывести как бы из окружения но заспавнили ее конечно очень для нас неудачно те говоря австрийцы то здесь вообще оголяются и туза так сказать здесь почти дивизии нету давайте этим пользоваться не надо давать им расслабляться падение москвы слушайте но похоже похоже это россия все и мы окружаем краков и освобождаем его отлично ну что ж примерно мы кое-как сформировали фронт давайте теперь переделаем его чтобы наверняка и сделаем некий вот такой наверное приказ к занимает позиции готовит планирование скоро будем наступать и думаю мы здесь что брать но я уже вижу вот это вот с атакой дивизии плюс 7 и 5 минус стоимость артиллерии это как бы докторит на как его имуще она почти всегда сильная самая здесь принципе так и есть то есть тут всякая бронетехника это все конечно интересно но даже если вы играете через танки это все равно эти вот будут сильнее здесь из организация вижу и защита на самом деле тоже неплохим планирование крепленности сну целом тоже на самом деле неплохо еще он там какие-то гирам дают статы то есть тоже вообще вообще неплохо ну конечно же я убираю 2 здесь тоже выбиваем радиус следовали отлично выбиваем вот здесь вот их за речку и в принципе заняли очень хорошие позиции для обороны можно сейчас планировать наступательные действия только перед этим и конечно же сменим шаблон новых этих вот дивизий на наш общий шаблон и вроде не даже не потеряли особо ничего только сколько немало здесь вот я вижу да и неприятно но ладно вообще почему это не можем национализировать хороший вопрос у нас становится стандартным производителем оружия чешская вооруженная промышленность в принципе всегда была неплохой протяжении во второй мировой тоже очень мощная и в принципе логично что и здесь она тоже мощная но я не решили бы протаться атаковать и не получилось них австрийского для цереминовальной сели либо оливково зеленый для церемонии а я не будем придерживаться австрийского мы все-таки чехи и входим в буду пешка как нож масло отлично одно придумаю вот сюда куда-нибудь тоже будем пить по возможности вот так вот правы прорваться ликвидировать весь восточную часть после чего перейти на западную часть о замурские легионеры возвращаться домой смотрите-ка приятно и тысячи пехотки 20 тысяч людей ой это солидно и слушайте нас они пытаются атаковать по всему фронту но не очень не получается везде не очень получается даже более того а мы вот-вот сейчас действительно расколем их армию пополам буквально вот мы дойдем до а мы уже по моему их уже здесь не должно быть снабжения примере и столицы но в теории может локальная либо еще какое-то венгерская есть ощущение что они пытаются сбежать на юг потихоньку что нам надо конечно же им не позволить вот хотя говоря произошел кап венгрии можем постепенно еще ликвидировать здесь австрийские дивизии какие-то и в целом австриида крошится просто на глазах остается буквально несколько провинции до полного окружения восточной группировки их уже по моему у кого-то не хватает припасов и решаем нажать маршрутские приказы атаковать чтобы наши войска уже где сами видели возможность могли переходить в атаку потери конечно в чехословакии то есть от нас у дональской федерации бывшей австрии огромна это еще не считая тех которые вот-вот окажутся окруженными на восточных территориях более того нашего скоро начинает штурмовать вену австрии полностью лишиться своего командования в чехословакском рекомендовании все ликуют потому что практически все наступательные операции при приняты чехословакской армии крайне успешно были того здесь получается еще одно окружение в окружении здесь уже есть не горы которые невозможно пересечь обычным людям из-за чего эти войска становятся еще вдвойне окруженными вот и львов пал вместе за ней а вена по моему напала еще раньше а вот она прекращение огня австрия поняла что она вот-вот потеряет просто всю свою армию огромное количество салат на востоке на западе все уже просто крошилась и пришло прекращение огня это выкореченная в истории теперь в праге величество развеиваются на метро знамена свободной республики отлично мы с боем очень уверенным боем доказали свою необходимость независимости и возможно вдохновили как раз таки бывшие османские барионетки уже попробовать себя в этом деле тоже мы начинаем новые пушки выпускать рекламирует чешское вооружение но мы это уже знаем что оно превосходное и непобедимое и теперь мы идем дальше по политическим фокусом астре миниатюре получаем а точнее теряем идею наследия коронации ази это были неплохие было бы очень мудро принять два диалекта одной числаки в пределах 6 фокусов звучит странно но давайте так и сделаем существ как будто если мы этого не сделаем то что-то плохое произойдет но мы хотим это сделать мы хотим остаться числа кей и дальше развивать идею план словизм вот это вот что вот они до венгерские волнения нас начинаются да я в принципе был прав в этом деле это побыстрее все эти фокусы пройти а нет дождь еще круче нам нужно вот эти фокусы пройти то есть 1 2 3 4 окей я думаю что после военных заводов мы давайте немножко по сторонам папы потому что их становится маловато для уже как так сказать дальнейшей игры за их немножко количество увеличить и вот это уже смотрите-ка вторые фокусы наших этих вот краски партий и реально было сложно выбрать потому что раз-два потом там еще какие-то третьи фокусы как будто да ужас короче говоря пока разберешься всех этих фокусов тем не менее достаточно понятно сейчас с черным поделиком до разберемся и выйдем краски господи куча людских ресурсов винтовок очень-очень бодрое государство я вам скажу слушайте тут про меньшинство вопрос оставить себе изменения оставить не привилегий либо заставить учить чешский язык и это дает фабрику и политку и стабильность так что очень нет беспорядки поддержка войны и стабильности поднимают а звучит опасно у этой чудесном идею плюс полтора населения мест 30 плюс поддержка войны в неделю таким образом у нас всегда будет база 100 а база 100 это база и сделал я вот этот вот апгрейд агентство потому что это может нам с первыми территориями это очень важно тем более что потом будет еще я думаю и так выполняем и обещание о благосостоянии получаем все еще промышленность еще баф и приятно но для этого нам нужно обязательно сделать одну культуру одного народа и там сказано 6 фокусов но я сделал еще один военный как бы раз два три четыре пять шесть давайте на всякий случай сделаем это пораньше вдруг что-то не так сработает поэтому стране возьмем вот это и потом сюда так сюда наверно и вот мы подходим к двум директ в одной числа ки и территория с национальными это как раз таки наверное а вот эти две которые не совсем пока что это приятно нам близкие ресурсы и фабрики конечно очень пригодятся тут еще сверху накинут бафом нормально точнее выберу дебафы принципе принципе баф надо так мы это сделали теперь еще что интересно чтобы открыть вот этот фокус надо сделать вот этот фокус либо там вы поняли да так вот из каждого и были как это смешно сделано но в целом как будто нравится но вообще типа из-за этого очень-очень заспавлен интерфейс фокусов то есть ну хотелось бы чтоб как-то все таки не было вот столько фокусов из которых вам на самом деле только вот это одна ветка вот это одна ветка если столько вот эти полторы ветки вместо этого у нас вот так вот сделано конечно хотелось бы как то чтобы все было чуть более организованно хотя в целом если понять как все происходит то более менее понятно ой но все равно хотелось бы хотелось бы как-то все равно приятнее чтобы было идем мы вот сюда нам нужно вот эти обязательно фокусы доделать еще промышленность а самое главное вот там выйдем берем неопределенность уберем черный понятельник молодое государство и чьи к исследованию просто будет все у нас супер ой таски федерации наконец-таки съела венгрию и стали тоже валенции теперь из албании кстати говоря но это мне не сильно нравится но как есть кстати говоря надо нам gd проложить вот здесь вот я вижу у нас может и есть нюанс в данный момент давайте-ка этот нюанс пока что разрешим как-то так тут можно зацензурить человека и я думаю да цензура это по-нашему а вот и эльзанский ультиматум и все до в европе началось европе все началось но мы пока что чили на расслабоне и вообще еще что надо про захватить эту австрию потому что по фокусам этого захвата как ни странно нету то есть тут есть это вот захватить получаем кучу центр территории потом с горицей ладомерия но вот нюанс а и это и больше нет это все время могли бы просто так вот развиваться но из того что австрий все аннексировала мы так развиваться не можем значит нам придется сделать это все самим но и мы сейчас построим здесь gd после чего у нас здесь можно будет держать войска и начнем готовить заступательные операции в австрию в этот раз до финала вот и атланта тоже одна антанта тоже подъехала тоже сейчас начнется война ничего собственно говоря нового кроме греции которая эллинская социалистическая республика взяла и захватил а есть и есть ощущение что что-то она забыла знаете так вот сидит здесь парламент в афинах такой типа космос говорит бля мне кажется мы что-то забыли это бред если носит забыл значит наверно неважно было да наверно неважно было ну ну да наверно неважно забыли территорию а спа это знаете парламент этот коза говорит вспомнил мы забрали забыли на балканах турцию добиться и все-таки плены реально начали кб делать еще один фокус готов на наше вот это укрепление промышленная и всему молодых старца будет в принципе убрана все деваффы здесь будут убраны отлично мы уже очень близки к тому чтобы быть прям очень мощный раной все еще мы достаточно минорчик у небольшой нас еще не так много всего но по сравнению допустим с той же австрии да мы не так что и слабы как бы очень даже если бы австрий допустим сейчас будто это пассионных сервала она была бы очень сильно но пока такого нету и в франции держится со своими 50 одним военным заводами говоря британия немножко развалилась бывает в принципе что как-то ничего будут пытаться противостоять германии все говоря а в этом есть ли смысл да мне кажется скорее всего здесь должно быть больше всяких баф больше промышленности больше всего теории и наверное раз развалившись они мощнее хотя плен 10 0 военных заводов есть ощущение что бафы на максимальная эффективность производства имеет ноль смысла когда война завода в принципе 0 азивщики дадут их не дадут военных заводов не будет это реально выглядит очень смешно она здесь вот наверно будет потом когда-то но в общем то пошла война а здесь 0 военных заводов типичный типичных сказать игрока фойку и как бы это вы не понимаете просто играет долгую игру и целится на лайт у нас есть особый концерн шкода плюс 15 противоприходной против танковой атаки это очень солидно и так что на какое-то военизированное предотвижение словацкой народной партии обидеть незаконно либо все будет хорошо с маленькой буквы все написано плюс 1 давайте все будет хорошо но на всякий случай сохранились встреча хэве происходит с немецкой гражданой лигой будем давать осторожными наверное либо заслуживаем лучшие сделки давайте нет осторожными ставку почнем как раз раз если вы не знали на то за спавн для радаров всей чехии три штуки по фокусу военному против видели но могли не обратить внимание я не сильно это озвучивал и это при покрывает всю нашу чех словакию кайф и мы уже готовимся к войне у нас кб готов кстати говоря забавно как говорится факт у них вот здесь вот есть еще какие-то войска но при этом снабжение то у них туда нету никакого то есть войска то никак не могут попадать здесь нельзя пройти только через руку не на руме не дает и прохода так что да они реально они могут попасть лестно как-то войска видимо не добиты все еще и так как бы готов я не вижу далее смысла откладывать наступление кроме как до следующей конечно же серии так что ребят с вами был гай обязательно не откладывайте подписку лайк и комментарий и до скорых встреч пока